Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня я записываю видео именно для людей, изучающих английский язык. И сегодня в этом видео я хочу поговорить с вами о том, как правильно строить вопросы в английском языке. Эта тема очень часто вызывает очень много трудностей у людей, изучающих язык. Почему? Потому что в русском языке, чтобы задать вопрос, всё очень просто. Достаточно просто поменять интонацию. Например, ты работаешь врачом. Ты работаешь врачом. Всё, ничего больше делать не нужно. Красота. Но в английском не всё так просто, поэтому наша с вами задача научиться выстраивать вопросы, специальные вопросы по определённому алгоритму. И сегодня я хочу поделиться с вами своей техникой, которую я использую в своей работе, обучая своих студентов. И очень надеюсь, что, может быть, она и вам тоже поможет, чтобы вам было легче правильно строить специальные вопросы в английском языке. Ну, во-первых, давайте разберёмся с этим термином. Что значит специальный вопрос? Есть такие вопросы, которые начинаются на специальное вопросительное слово. Большинство из этих вопросительных слов начинаются на первые две буквы. Это WH. Поэтому очень часто их называют ещё WH questions. То есть, why, where, when, what, who, что там ещё, ну и так далее, да? Понятно. То есть, когда наш вопрос начинается на одно из этих вопросительных слов, он является специальным. Итак, для того, чтобы легко и просто запомнить этот алгоритм, я использую свою технику ладошки. Я так её назвала, техника ладошки. Нам понадобится с вами наша ладошка, пальчики. И вот этот рисуночек мне поможет. Я, кстати, вам очень рекомендую тоже себе его переписать. И давайте разбираться. Итак, как я уже сказала, все эти вопросы начинаются со специального вопросительного слова. Поэтому наш вот этот вот thumb, по-английски большой палец, и будет вопросительным словом. Мы его обозначим WH question word. Вот так, да? То есть, с него мы обычно начинаем. Например, где ты живёшь? Where, да, первое слово where. Я думаю, это понятно. Двигаемся дальше. Вот здесь очень важный и критический момент. Как правило, мы всегда забываем о том, что после вопросительного слова у нас идёт следующий вспомогательный глагол. Не ты, где ты живёшь, как хотелось бы сказать по-русски, где ты живёшь, а что-то ещё вот здесь вот стоит. А именно это вспомогательный глагол, который по-английски называется auxiliary verb. Такое страшное слово auxiliary verb. То есть, это тот глагол, который как бы помогает нам в разговоре, в беседе обозначить некие как бы грамматические аспекты. Ну, проще говоря, в каком времени, в каком времени вы задаёте вопрос. Например, где ты живёшь? Where do you live? Where, да? Where do, where do you live? Where do you live? То есть, вот этот вот do, указательный палец, неспроста указательный. Он как бы указывает на время, в котором вы задаёте мне вопрос. И я понимаю, ага, do, настоящее. Если это прошедшее время, значит, вы сюда поставите не do, а что? Правильно, did. Вспомогательный глагол достаточно много в английском языке. Всё зависит от тех времён, которые вы будете использовать. Это может быть do, does для настоящего времени, это прошедшее время, это did, это перфектное время, это have или has. Past perfect это had, present continuous это is, am, is, are, past continuous это was, where и так далее. Ну, ещё и модальные глаголы тоже встают на это место. То есть, запомнили, после вопросительного слова у нас обязательно должен стоять именно вспомогательный глагол, который указывает, указывает на время и иногда на число. Дальше, самый высокий пальчик, самый главный член моего вопроса, это subject, так называемый subject, субъект. Или по-русски это подлежащее. Ну, тот, кто забыл, что такое подлежащее, давайте проще. Это то слово, которое отвечает на вопрос кто что. Где ты живёшь? Кто ты? Что она сказала? Кто она? И так далее. Да, это очень важно определять сразу. Кто здесь главный, кто здесь subject. Итак, вопросительное слово, вспомогательный глагол, и только потом становится нас наш субъект. Где, посмотрите по-русски, где ты, а по-английски, где вспомогательный глагол ты живёшь? Наш субъект окружён двумя глаголами. Двумя глаголами, с одной стороны это вспомогательный, а по другую руку будет стоять главный глагол, который и будет нести в себе смысл, то есть смысловую нагрузку. То есть именно этот глагол мы будем переводить, если есть такая необходимость. Итак, здесь у нас так называемый main verb, главный глагол. Ну, а мизинчик, он у нас такой маленький, такой невзрачненький, поэтому здесь остаётся всё то, что остаётся. Если ещё что-то, какие-то слова в вопросе есть, то мы вот туда, в конец, в конец. Например, куда ты ездил там прошлым летом? Куда ты ездил? Давайте проверим, куда, поехали. Первый, да, палец большой, палец куда, where, есть, where, да, вот оно у нас, where. Дальше поехали, второй пальчик, останавливаемся на секундочку и думаем. Вспомогательный глагол. Какое я тут время должна использовать? Прошедшее время. Ага, значит, сюда я ставлю did. Итак, сюда мы ставим did. Потом пошёл subject. Куда ты ездил? You кто? Ты? И главный глагол ездил, да? Ездил, можно писать go, можно писать travel, путешествовал. И что у нас остаётся? Куда ты ездил? Прошлый, прошлым летом. Last summer. Это то, что осталось. И вот теперь мы можем быть абсолютно спокойны и уверены в том, что наш вопрос правильный, потому что мы всё сделали по алгоритму, по ладошке, по пальчикам. Итак, куда? Where, вспомогательный did, you, travel, where did you travel, where did you go last summer. И таким образом вы можете и проверять себя, и тренировать. Каждый раз представляете себе ладошку, пальчики, да? И как детки математики, да, считают первое время по пальчикам, так и вы первое время задавайте вопросы по пальчикам. Кстати, вот этот пальчик, иногда мы его можем просто вот так загнуть, да? Всё, у нас нет большого пальца. То есть, если в вопросе нет вопросительного слова, то наш вопрос будет обязательно начинаться с чего? Ну, например, ты работаешь в школе, ты работаешь там в цирке, да? Нет вопросительного слова. Значит, надо начать вопрос ни в коем случае не сразу с you. You work in a circus? Нет. У нас здесь что? У нас здесь вспомогательный. Ага, настоящее время. Do you work in a circus? Do you work? Do you work at school? И так далее. Вот таким образом, дорогие мои друзья, вы можете научиться задавать специальные вопросы. Но, есть одно но. Если в вашем вопросе присутствует глагол быть, да? Вот именно быть, неважно, там, в present simple или в past simple, да? Am, is, are, или в прошедшем времени was, where, то посмотрите, что происходит. Один пальчик будет отсутствовать. Какой? Например, где ты? Where, да, where, есть. Are you? Все, да? Where are you? И на you у нас вопрос закончился. Это касается именно глагола chibi, потому что глагол chibi не нуждается в вспомогательных глаголах. Он сам становится на место вспомогательного глагола, и все. Или, например, где ты был вчера? Где ты был вчера? Поехали. Where, where, you, этого пальца нет. Yesterday. Where, where, you, yesterday. Where, where, you, yesterday. Да? Главного глагола нет, потому что он вот здесь. Вот это вы должны помнить, если вдруг в вашем вопросе есть глагол chibi. Все остальные варианты, если там другие у вас какие-то глаголы, будут подчиняться вот этому принципу. Ну, надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Надеюсь, это хоть чем-то вам поможет, хотя бы на первых порах, пока это не дойдет до автоматизма. С вами была Будна Рерина, и если вам нужна профессиональная помощь в изучении английского языка, добро пожаловать на мои курсы, нашу школу, которая называется My English School в городе Одесса. Контакты я оставлю под этим видео. Обращайтесь, и мы вам обязательно поможем. Пока-пока. До новых встреч.